Специалисты водоканала высаживаются на улице Промышленной. В седьмом доме несколько квартир абонентов, которые не любят платить по счетам. Причем суммы в долговых бумагах числятся самые разные – от нескольких сот рублей до десятков тысяч. Нули в квитанции не имеют особого значения. Уже при месячном долге специалисты начинают работать с неплательщиком. Долг составляет на сегодняшний день 57 374 рубля. Не попасть, ничего. Будем подавать в суд. Это лишь одна из мер борьбы с должниками. Но самое действенное – ограничение услуги водоотведения. Когда канализационные стоки никуда не уходят, выход остается один – идти с повинной и платить за потребленную воду. Люди все-таки у нас сознательные становятся с каждым годом. Приходят, платят. Мы идем на встречу, заключаем договора рассрочки платежа. Это те абонентам, которых нет возможности сразу оплатить. Ну идем всячески на встречу, беседуем. 30 миллионов рублей задолжали уссурийцы за воду. И по счетам платить в любом случае придется, ведь услугу абоненты получили. В этом рейде стучат не только в двери к неплательщикам. Попутно специалист водоканала проверяет счетчики. Один раз в несколько лет каждый собственник должен подтвердить исправность прибора учета. Результат проверки отмечают в паспорте счетчика. Потерянный документ – повод для замены прибора учета, как и неисправность последнего. Подобные рейды проходят ежедневно, причем стучат сотрудники водоканала абсолютно во все квартиры. Ведь зачастую добросовестные абоненты соседствуют со злостными неплательщиками. Периодически, а это каждый месяц, мы по абонентам, которые не произвели оплату за услуги водоснабжения и водоотведения, мы им направляем досудебную претензию предупредительно, все-таки досудебно настаиваем на оплате сложившейся задолженности. А в случае отсутствия результата, тогда мы уже подаем в суд. А дальше за дело берутся судебные приставы. Если уж эти специалисты постучат в дверь, то разговорами дело не ограничится. На кону имущество, которое будет вернуть непросто.